МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Героями не рождаются. Мазырянин Анатолий Гизун из Горящего дома спас пенсионерку. Брат избил родную сестру ногами. Конфликт едва не закончился трагедией. Чем чревато нежелание отдать долг родине? 17 уголовных дел. Итог призывной кампании осень 2017. 5 января после пяти вечера спасателям поступило сообщение «Горит жилой дом по улице Советская». Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, строение было охвачено огнем. Хозяйка-пенсионерка 1931 года рождения чудом осталась жива. Ее спас мужчина, который живет по соседству многоэтажки. Анатолий Гизун с седьмого этажа увидел пылающую крышу дома, набрал 101 и бросился на помощь. Разбив окно, он проник внутрь и через проем вытащил женщину. Сидел дома, смотрел телевизор. Тут началась стрельба. Подумал, что петарды. Это он думал, с таким дымом черным. Выглянул в окно, а там горит дом. Ну, это самое, выпал, бежал к телефону, вызвал пожарника. Побежал, знаю, что там бабушка живет одна. Побежал спасать. Ну, когда пришел, уже там от входа вроде бы горело, так пришлось выбивать стекло. Выбив стекло, и там подошли еще два пацана, прибежали на помощь. И вот мы с ними достали эту бабушку, ну, и через окно выняли на улицу, достали. Огонь усмирили уже профессиональные спасатели. Медики доставили бабушку в больницу. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Конфликт в одной из мозырских семей едва не закончился трагически. Банальная словесная ссора между родственниками переросла в рукоприкладство. 30-летний мозырянин ногами избил свою старшую сестру. На этом конфликт и закончился, но спустя пять дней женщине стало плохо. Она обратилась в больницу. Медики диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Потребовалась срочная операция. По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Кстати, сестра простила своего брата и зла на него не держит. Несмотря на это, ему придется отвечать по закону. По факту того, что житель города Мозыря 1987 года рождения, 30 декабря 2017 года, длинное время, находясь по месту жительства в квартире дома, расположенной по улице Ульяновской в городе Мозыре, умышленно нанес несколько ударов ногами в область туловища своей сестре, жительнице города Мозыря 1984 года рождения. Тем самым причинило ей закрытую травму живота и разрыв селезенки, то есть телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких по признаку опасности для жизни. В санкции указанной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет. Эта история началась еще в призывную кампанию осень 2016. Молодой мазырянин, когда пришел в его черед отдать долг родине, решил клониться от службы в армии и уехал в Россию. В Санкт-Петербурге женился, купил квартиру. Однако безмятежному семейному счастью помешала уголовная ответственность в родной Беларуси. Парни объявили федеральный розыск. Российские полицейские нашли мозырского уклониста. Он обещал вернуться и отслужить, но обещания не выполнил. Его задержали и экстрадировали. Итог – 6 месяцев под стражей и 150 базовых величин штрафа. Последствия неявки для призывников могут быть следующими. Например, в 2016 году произошла тоже призывная кампания, по результатам которой один из призывников не явился на мероприятие призыва. В последующем отношении его возбудили уголовное дело. Он скрывался на территории Российской Федерации, был объявлен в розыск. По истечении времени было избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В итоге человек был задержан на территории Российской Федерации и экстрадировался на территорию Республики Беларусь для привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, под стражей находился около 6 месяцев. Последующим судом Мозыского района был осужден к наказанию в виде штрафа. Нежелание отдать долг Родине безуважительное на то причиной чревато уголовной ответственностью. По итогам призывной кампании осень 2017 в отношении мазырян, которые уклонились от службы в армии, возбуждено 17 уголовных дел. Кто-то проигнорировал повестку и не пришел на медицинское свидетельствование и обследование, а двое не явились на саму отправку вооруженной силы. В военном комиссариатом подготовлены ряд материалов, которые направлены для проверки в органы внутренних дел. В последующем поступили в Мозыский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. По результатам проведенных проверок Мозыским отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела. Таких дел возбуждено 17. Все они возбуждены по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. Санкция статьи по данному преступлению предусматривает до двух лет лишения свободы. Также по данной статье есть часть вторая, которая предусматривает наказание, также от ограничения до лишения, вплоть до пяти лет лишения свободы. В Гомеле произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, 58-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под троллейбус. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и умер в автомобиле скорой помощи. В Рогачевском районе под колесами автомобиля погибла женщина. Пенсионерка переходила проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода. 48-летний водитель автомобиля Тойота ее не заметил и совершил наезд. В Светлогорском районе автобус сбил велосипедиста, а затем по нему проехал легковой автомобиль Пежо. 68-летний мужчина двигался по велосипедной дорожке, но неожиданно выехал на проезжую часть и дважды оказался под колесами. Пытаясь объехать аварию, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в деревья. Пострадавший велосипедист с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В Речицком районе водитель БМВ, направляясь в сторону Гомеля, хотел обогнать автомобиль Ниссан. Однако сделать это так и не удалось. Обгон привел столкновению. Попутное авто вылетело в кювет и перевернулось. Чтобы не допустить возгорания, спасатели облили машину специальной пены. Пострадавших в аварии нет. Житковические спасатели получили сообщение о горит дом в деревне Витчинская орудня. Когда они прибыли к месту вызова, жилое строение и сарай были охвачены огнем. Как выяснилось, на момент возникновения пожара хозяин был пьян и спал, проснулся от дыма, самостоятельно выбрался из дома. Мужчину осмотрели медики. С ожогами и отравлением продуктами горения его госпитализировали. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. В Светлогорском районе в деревне Язвин вспыхнул жилой дом. До приезда спасателей частично обрушилась кровля. Пожар ликвидировали. При разборе строительной конструкции звеном газодомозащенной службы на полу в комнате около кровати было обнаружено тело хозяйки дома 1931 года рождения. Пенсионерка проживала одна. Специалисты склоняются к версии. Причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации печи. В Гумельском цирке во время представления с высоты упала гимнастка. Во время выполнения трюка в первом номере программы девушку вовремя не перехватили партнеры. И она упала за пределы страховочной сетки. По словам очевидцев, падение произошло примерно с высоты четырехэтажного дома. Пострадавшую доставили в больницу. По факту травмирования следователи проводят проверку. В Гумеле задержан местный житель, хранивший почти 5 килограммов на свае. В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции установили, что мужчина занимается поставками некурительного табачного изделия для дальнейшей реализации. Хранение товара он организовал в доме знакомого. В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест сроком до 15 суток. 29-летний житель Мозыря решил подработать нелегальным таксистом. За доставку из Гумеля в Жодино запросил 200 рублей. Однако был задержан оперативниками. В отношении молодого человека составлен административный материал. Автомобиль БМВ арестован. Подвести итоги года ушедшего, поставить задачи на следующие 12 месяцев и обсудить насущные проблемы сложных жителей микрорайона Центральным. Совет общественного пункта охраны правопорядка прошел в кинотеатре «Мир». На профилактическую беседу местный участковый пригласил своих подопечных, бывших заключенных, семейных скандалистов и лиц, злоупотребляющих спиртным. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и другие заинтересованные специалисты. Татьяна Васильевна недавно освободилась из мест лишения свободы. Сегодня ведет законопослушный образ жизни и даже рассчиталась с долгами своего сожителя за коммунальные услуги. Но здесь возникли и бюрократические трудности. Гражданский супруг, который является собственником квартиры, не желает менять паспорт. Соответственно, не пишет заявление в «Энергосбыт», чтобы жилье заново озарило светом. В прямом смысле. Оказать помощь Татьяне Васильевне взялись представители прокуратуры. Координация действий субъектов профилактики – работа по предотвращению правонарушений. Вот основные задачи подобных мероприятий. Всего на прошедшем совете заслушали историю девяти человек. Кому-то нужны документы. Другим – помощь в трудоустройстве или лечении от алкогольной зависимости. Помогать по мере возможности стараются каждому. Пункты охраны общественного правопорядка действуют в каждом микрорайоне города. И, как отмечают их координаторы, дают положительные результаты. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Олег Фитцнер, Телеканал «Мозырь». 30 декабря возле магазина «Евроопт» по улице Малинина произошла драка. В связи с расследованием этого происшествия устанавливается личность мужчины, которого вы видите на своих экранах. Приметы на вид 23-25 лет, рост 170-175 сантиметров среднего телосложения, волосы короткие, темные. Если вы узнали молодого человека, просьба позвонить по телефону 8033-617-3456.